Строительство и ремонт дорог обсудили сегодня члены Совета по стратегическому развитию. Что предстоит сделать в рамках национального проекта? Об этом Дмитрий Ковалев. Сезон дорожных работ подошел к финишу. Большинство объектов проходят приемку. Крайний срок 30 ноября. В этом году в республике отремонтировали порядка 100 километров. В первоочередном порядке трассы, где чаще всего происходит ДТП. Объем выполненных работ составляет 1,219,50%. Объем оплаченных работ 1,113,000. Отремонтировано 88 километров дорог. Построено наружного освещения 24 километра или 89%. Дороги становятся безопасными, но должна улучшаться и культура вождения. С лихачами в республике намерены бороться с помощью современных систем видеофиксации. Их сеть постоянно расширяется. Еще одна проблема – нагрузка на трассы. Отслеживать вес и габариты машин с этого года начнут и специализированные комплексы. Сейчас техника работает в тестовом режиме. От того, что какая машина проехала с ее госномером, уже направляется информация в САФАП на автоматическое рабочее место оператора. Где он конкретно видит, машина прошла с перевесом или с допустимыми нормами. Если машина же прошла в свою очередь с перевесом, то уже специалист казенного учреждения вместе с сотрудниками ГИБДД выписывает уже штраф. Глава региона отметил, что сегодня необходимо готовиться к дорожным работам следующего года. Заключать контракты заказчики уже могут по новым правилам. Новый механизм внедряется по принципам контракта жизненного цикла. Это тоже очень важно. Нужно внести изменения в нормативную правовую базу. В ближайшие годы на ремонт дорог только в республике направят более 20 миллиардов рублей. На благоустройство, на строительство, на капитальный ремонт, на освещение тех населенных пунктов, где еще не сделали. Не за горами зима. Глава региона поставил задачу в сжатые сроки провести торги и выбрать подрядчиков для уборки трасс от снега. Чтобы не было провала в работе. Плановый срок заключения контрактов 16 декабря. Для дорожников начинается сезон повышенной готовности к работе. На этой неделе метеорологи прогнозируют минусовую температуру и гололед. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика.